После первого сеанса, на самом деле, все было как будто бы ничего не было, откровенно говоря, а вот пару дней назад я как-то обратил внимание, что плечо стало получше, себя чувствует, так скажем, меньше боли, то есть при упражнениях, то есть, о которых я говорил, вот это меня немного удивило, потому что вроде как-то прошло какое-то время, то есть, это либо плавно шло все, и я заметил только на какой-то момент, либо это как-то, я не знаю, как все происходит, но это интересно стало, то есть, я думаю, что это кажется, но нет, не кажется, то есть, на самом деле, стало лучше. Ложитесь. На спину, да? На спину, на себя. Хорошо. Мы сейчас немножко попробуем процесс, как говорится, углубить и расширить. Я вас попрошу наблюдать за двумя основными зонами, такие, это две зоны самого большого напряжения на сегодняшний день. Это левое подреберье и слева же напряжение вот в этой зоне. Сейчас покажу. Если, например, правое подреберье относительно свободно с приличной амплитудой, то слева настолько зажато, что прямо даже подвинуть невозможно. И то же самое с подъездочной костью. Вот она такая твердая тут есть. Если мы ее попробуем подвинуть сюда, то относительно амплитудное движение есть. Сюда почти налево. Разница заметна? Вот. Посмотрим, что же нужно сделать, чтобы эту работу организма изменить. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Как сейчас самочувствие? Нормальное Хорошка. Как по телу? Изменилось ли что-нибудь в ощущениях? Сейчас так можно сказать. Так в процессе как-то что-то непонятно облегало. Это освобождение напряжения в нервной системе, соответственно в теле, так называемая фасцикуляция. А вот область ребер слева снизу, в области шеи. Ну вот слева сейчас ощущается что-то изменилось. Да. Хорошо. А ребер? Я не могу понять. Сейчас я для себя перепроверю, может ничего не изменилось. Нет, вполне себе. Свободу плеча уходил. Проверим швей. Очень хорошо, очень мягко, но в обе стороны. Хорошо. Когда вы будете готовы, можно будет потихонечку вставать. В принципе, на ногу. Не торопитесь немножечко посидеть, потому что нож покрошится голова. Ну, как и после первого, не сильно понятно. То есть, в процессе, только в отрасе был подольше. В процессе какие-то были, там, не знаю, импульсы по телу, там, скажем, ходили, да, то в ногу, то где-то еще. Вот. И да, по завершении, вот, в левой стороне шеи я аж чувствовал какое-то, не знаю, что-то. Не знаю, как описать. По поводу Рёбин, нет, все-таки не понял. Вот. Сейчас все хорошо, все нормально.